Здравствуйте друзья! Ну что, еще раз о суперсталях Вы знаете, часто обращаются начинающие нажиманы с просьбой посоветовать какой-то нож. То есть у них есть на примете там Вы знаете, вот слышал-вышал там Cold Steel не знаю, Recon Tanto 1 со сталью CTS XHP, вот хочу взять, как вы считаете или вы знаете, вот хочу взять там Spider Comanix, там не знаю, ZDP 189 вот подскажите, подскажите подскажите. Вот решила сделать как бы видео ответ всем, чтобы каждый раз не обговаривать, это просто вот ссылку дать на видео и все. Что хочу сказать. Суперсталь это здорово, это классно, это круто, все это замечательно, но какой бы ни был хороший нож, рано или поздно он затупится Вот именно о заточке я и хочу поговорить. То есть я точу вот на обычном ланске Наверное, как и любой ножеман. То есть сначала ты набираешь какое-то количество ножей, а потом понимаешь, что их надо точить надо что-то купить. А раз, я так понимаю, люди обращаются с просьбой там помочь, посоветовать, как там вы считаете, значит люди не дети Рокфеллера, Рокфеллера не имеют там неограниченных финансовых возможностей, поэтому вряд ли это будет первая точилка что-то такое круче вот этого там какие-то алмазные ланске или там еще что-то, H-Pro. Вот про что я хочу поговорить. Итак, дано нож спайдер Камул, сталь CTS XHP. Ну, считается очень хорошей сталью мне лично безумно нравится это нержавейка производства Carpenter имеет высокое содержание углерода где-то 1,6 процентов и высокое содержание хрома около 16. Углерод делает ее очень прочной, а хром не дает ей ржаветь. То есть, как написано на всех форумах, она в разы превосходит S30V по стойкости и находится на уровне D2 или CDP189 по твердости, но не имеет как бы их негативных характеристик. То есть не ржавеет. Твердость где-то в районе 62-63 Параквейл и там заявлено 64, но на всех форумах, все кто проверял, говорят, что 62-63. Короче, безумно хорошая сталь, мне очень нравится, но вот она у меня затупилась. Рано или поздно это случается, где моя бумажка, это случается со всеми. Итак, поехали. Сел я точить этот подтупленный ножик. А, еще как бы, два вопроса таких. Чем хороша? Хороша тем, что в отличие от той же CDP189 или S30V, там где они сколятся, это замнется. Ну и минус в том, что все свои плюсы она показывает только при реально больших углах заточки. То есть, там 38 градусов на одну сторону, 36, вот так. Ну, либо угол чуть поменьше, но потом микроподводы. Вот это вот у меня наточено по 20 градусов и еще на 20 градусов микроподводы, потому что это у меня такой кухонный нож. Итак, поехали. Нож, сталь CTS XHP. Мне пришлось наточить 8 сантиметров и 8 миллиметров по длине стали. Использовал этот набор ланский. Хочу просто сказать вам про время, которое у меня на это ушло. Первый камень, extra course, 70 грит. Не использовался, потому что он просто тупо скользил по ножу. Следующий камень, 120 грит. Я им точил 69 минут. Следующий камень, medium, 280 грит. Я им точил 74 минуты. Следующий камень, fine, 600 грит. Я им точил 108 минут. То есть, вы понимаете, это как бы уже полировка идет. Дальше, черная паста 8 минут, белая паста 17 минут. Вы понимаете, 69 это больше часа, 74 это больше часа, 108 это больше часа. 8 минут. Обычно делаешь там два десятка проходов. То есть, изменяешь вот это измеряешь в проходах, а не в минутах. Понимаете, сколько ножей можно было вот таких даже из полностью убитого состояния поднять до идеальной, до бритвы просто. Тупо даже по времени. Ну, точил я как. Я точу не так, чтобы прямо аж пальцы сводил. А когда точишь, при этом разговариваешь с семьей, то есть сидишь в хорошем благообразной установке. Нож, конечно, наточен достаточно хорошо. То есть, он бумагу режет и так, и так, и вдоль, и поперек. То есть, режет он ее под всеми возможными углами. Причем, я старался наточить так, чтобы даже самым кончиком он резал. Я обычно на своих ножах кончик сильно не точу. считаю это ненужным. Ну, на кухонный кончик тоже стараюсь выводить. При этом, что хочу сказать. А, ну, нож, естественно, бреет. Но, так как он бреет, меня это не устраивает. То есть, на мой вкус, нож должен брить более агрессивно, так более чисто. Но, честно вам скажу, 17 минут на белой пасте я реально утомился и больше не хочу. То есть, сами понимаете, что иметь хороший нож, это здорово. То есть, это правильно, надо иметь хорошие вещи. Но, за хорошими вещами надо хорошо ухаживать. То есть, вот такому ножу явно не хватает вот такой простой точилки. То есть, надо что-то покруче. Алмазная, там еще что-то. На многих форумах говорят, что у них так хорошо точится. Там кто-то говорит, что читал где-то на каком-то форуме, что прям как АУС-8 правится. Ну, я не знаю. Может быть, она и правится как АУС-8. Ну, значит, у меня не получилось. Причем, обратите внимание, что сначала, ну, как бы, можно сказать, что он что-то такого. Вон, закрепил лазки, там выставил угол. Угол три сыгрался, там и пошел фигачить. Ну, час, ну, два, ну, три, ну, бог с ним сиди, устал, отдохнул. Но, после того, как вы нафигачили на лазки, наступает-то очередь. Досочки. А вот здесь уже угол, да, вот, выставляешь сам. Чем не забывать, что сначала ты будешь вот угол вести 20 градусов, ну, или 30, там сколько там, 35. А потом, что есть микроподвод, ты будешь вести еще другой угол. И вы понимаете, что либо там 10 раз провести, выдержать угол, как бы, это еще более-менее реально, то есть, там, напрягся, но кое-как, не спеша, 10 раз провел, сюда, 10 раз, сюда. В общем, у меня до сих пор, как бы, вот сюда угол более маленький, а вот сюда все-таки угол более тупой. А когда там 8 минут, там, или 17 минут, вот, представляете, вот это вот, сидишь и... под конец рука уже, вот в этих вот месте уже все, уже болеть начинает. Ну, я понимаю, что я хотел сказать, что нож классный, нож супер, нож обалденный, но точить его вот этим инструментом я задолбался. И вы можете почитать еще форумы, послушать, что там пишут, почитать. Ну, вот я вам говорю то, что было у меня. Вот такую вот бумажечку я вчера пока точил, пробовал все это дело, ну, резать, ну, и заодно и записал, сколько по времени на каждый из этих камней у меня ушло. Ну, примерно где-то так. В общем, всем спасибо за внимание. До свидания.